Итак, как же нам быть такими консультантами, чтобы в наших с вами беседах были только четкий диалог, никаких подспудных манипуляций, потому что, как мы видели, вполне возможно, даже вот в таком виде, вроде вот конкретный четкий посыл, конкретная четкая рекомендация и в то же время, вот видите, какие-то манипулятивные моменты бывают. Все равно присутствуют. Вот как сделать так, чтобы в наших беседах, в наших диалогах манипуляций не было, да? Итак, что же такое вообще диалогическое консультирование? Что для этого важно? Для этого важно, чтобы у нас было наше общение действительно качественное. То есть необходимо усовершенствовать качество общения. И очень подробно мы об этом говорили в прошлом нашем цикле занятий. Но сейчас мы это с вами рассмотрим именно с точки зрения консультирования, вот эти уровни общения. И мы с вами говорили, что есть первый уровень общения – клише. Что такое клише? Это заучная фраза, которая повторяется постоянно одна и та же фраза. Второй уровень общения – это обмен фактами, то есть уже какие-то факты о жизни человека. Третий уровень – это обмен мнениями. Есть следующий уровень, более высокий – это уровень обмена эмоциями. И следующий уже – полная открытость. И, конечно, в идеале мы все вот эти уровни общения должны… Они должны все присутствовать в нашем консультировании. Ну, образно представить вот эти все виды можно такой вот иллюстрацией. То есть уровень клише – на этом уровне разговаривает очень много людей. В принципе, мы со всеми разговариваем на этом уровне, на уровне клише. Ну, вот давайте, может быть, возьмем какой-то пример, конкретную иллюстрацию. Мы можем просто сначала проиллюстрируем, что такое клише. На улице мы говорим со всеми на этом уровне – как пройти, сколько стоит, хорошая погода и так далее. Приветствуем в церкви, говорим – это клише. Слава Богу – это уровень клише. Аллилуйя. Аллилуйя. Пришел человек в церковь, сказал – приветствую вас, наш человек. Добрый день, оп, новенький. То есть мы уже даже по клише можем судить, да, вообще, кто к нам пришел. Следующая ступень – это уровень, когда мы делимся какими-то фактами, то есть сообщаем факт. Например, в воскресной школе открывается еще один класс для трехлетних детей. Ну, во-первых, нужно знать, что такое воскресная школа, что там за классы такие, почему для трех лет так принципиально открыть, а не там для двух с половиной, например. То есть это уже больше. Какие-то факты уже сообщаются, да, уже ближе общение. Нужно знать тему для разговора. Следующий уровень – это уровень обмена мнениями. Когда мы уже сообщаем мнение какое-то по поводу. Например, сегодня в проповеди было, я так и не понял, что хотел сказать, да, это мое мнение. А другой скажет – да ты что, это была вот такая, вот это все замечательно. Это именно для тебя, потому что ты его самого главного не понял. И показали фильм, я что-то так и не понял вообще, что с этим делать совсем, да. Что теперь сделать с этим эвакуляцией? Да, да. Все теперь получается. Какие мультики можно, какие нет. А может быть вообще ничего нельзя, все, выбрасываем телевизор из зоны. Это мнение. Ну вот. Но нужно говорить не только свое мнение к какому-то вопросу. Есть люди, с которыми мы общаемся только на уровне своих мнений, только на уровне фактов. У нас в душе по птической беседе необходимо, чтобы мы позволили человеку еще и показать эмоции. Открыть. Открыть эмоции. Потому что, в общем-то, понимаете, без эмоционального содержания, без эмоциональной составляющей беседы очень трудно потом человеку вообще все пропустить через свое сердце. Все решения, которые мы вместе вырабатываем. То есть, ты действительно почувствовал, когда смотрел этот фильм, что у тебя происходило, что-то ощущал внутри. То-то, то-то. Или мне было все равно. То есть, что человек ощутил. Какие его переживания. Потому что это очень сильно показывает на его духовное состояние. Эмоции говорят об этом. Ну и, конечно, полная открытость. Это в идеале. Но вряд ли нам к этому надо стремиться. Потому что полная открытость подразумевает открытость перед Богом, перед супругом. Это вообще максимум. Даже родителям не все сообщается. Поэтому не стремитесь к тому, что прямо перед вами человек, который к вам пришел, будет полностью открыть. Не надо. Это… Вы не Господь Бог, чтобы перед вами вот так вот каждую свою блеточку, так сказать, раскрывали. Итак, значит, вот… Ну, пример. Но чаще всего с чем приходит человек? Человек приходит с каким-то клише и с эмоциями. Чаще всего с эмоциями. Он говорит, вот смотрите, и у меня. Вот пришла женщина, например, говорит, вы знаете, я грешная. Вот что здесь клише работает? Я такая грешная, потому что я не совсем послушна мужу. Во мне нет достаточного послушания. Ну, как бы это вот… Почему я говорю, что это клише? Потому что это клише, которые, как правило, супердуховные жены себя так самообличают. Вот такими клише. Наша задача – от клише перейти к факту. Ну, конкретно, в чем проявляется ваше непослушание? Ну, и она отвечает на этот вопрос и говорит, когда я с делаю, я ему об этом сообщаю. И как? Вы женаты сколько лет? Ну, там, почти тридцать, да? Чуть больше тридцати. А какой он вас полюбил? Он вас полюбил вот такую бессловесную рабыню, которая не имеет своего мнения? Или все-таки он действительно полюбил личность, которая идет с ним по жизни? Ну, то есть мы уже, понимаете, смотрим вообще, что человек думает. Потому что на уровне клише она, видите, как грешная. Вот такая. Ну, мы теперь должны как-то уже посмотреть глубже. В чем проблема-то? Вот, и вдруг она в эмоции говорит. Вдруг ушла любовь. Вы знаете, все было лучше, когда мы оба были неверующими. И когда мы стали верующими, вдруг куда-то все делось, и я вдруг понимаю, что это, наверное, моя греховная плоть. Понимаете? И вот это все прорвалось в эмоции. Или с ней это что? Что муж, наученный, ну, определенным образом, ее к ногтю. Ты должна быть духовной, ты должна быть послушной. Конкретная агрессивная манипуляция. То есть он ломает ее, как личность, его так учат. Да? А у нее, вот как бы, вот с одной стороны, чувство вины, и идет в ответ такое вот, такое пассивное сопротивление, ну, вот, которое вырывается у вас в таких эмоциях. Понимаете, какая вещь происходит? То есть, и вот работать с ней можно было начать только после того, когда вот эта вся картина была натянута. Работать на уровне клише и говорить, что в Библии пишут, как должна быть жена. Это мы с клише начинаем. Никогда с клише не начинаем. Понятно, да, вот эта ситуация? То есть наша задача показать, что не нужно быть жертвой в этой ситуации. Потому что, раз ты стала жертвой, палач всегда найдется. Отношение палач и жертва. Перестань быть жертвой. Стань такой, какой ты была. Верни себя вот эту. И тогда муж придет ему задуматься. Ты поможешь ему. Ты поможешь ему перестать быть палачом. И ты поможешь ему перестать быть фарисеем-законником. Но если ты, так сказать, на себя приняла вот эту роль жертвы, рядом с тобой так и будет жить палач-законник. Понимаете? То есть вот эти вещи, они вот как бы вот взаимно. Но опять, это вот можно было выяснить только когда мы уже открыли, как бы, всю вот эту картину. Ситуация понятна. Почему? Говоришь, это очень важно. Может, что-то еще пример привести. Например, приходит женщина. Давайте представить, что вы консультанты, приходит женщина и говорит с позиции ребенка. «Ой, я такая жадная, оказывается. Я даже не знала. Меня вот об этом показали. Я не духовная. Я не прощающая. Вам не так много обид. Я такая грешная». Вот. Что вы будете… Вот эмоции плюс клише. Мужчина, который происходит тоже клише, женщина еще подключает, как правило, эмоции. Всегда. Вот. Какой вопрос вы этой женщине зададите? Давайте подумаем, в чем вы жадные. В чем ваша жадность? В чем это проявляется? То есть вы выуживаете факты. И вот факты вы выуживаете следующие. Послушайте, что было в той ситуации. Значит, они живут в однокомнатой квартире, у них трое, помните, да? Четверо, да. Трое или четверо детей. И вот родители… как в комнате, которые они снимают там в квартире. И вот родители, чтобы как-то помочь им приобрести жилплощадь свою, которую они снимают, никак не снимают, ее родители. Они продали свой дом. На половину денег купили себе квартиру, а половину денег отдали им. Положили на книжку мужу, чтобы он смог приобрести себе тоже квартиру, какую хочет. То есть они дали голове семье эти деньги, сказали, вот на эти деньги вы можете приобрести жилплощадь, которая вам необходима. Муж взял эти деньги и на Пасху послал десяти миссионерам премию. Все. Полностью деньги отправил. Такой духовный акт. Помочь, праздник, служить. Очень хороший шаг, правда? Миссионерам же надо помогать. Надо. И мы не против этого. Озлобленность, обиды, я пошла в церковь. Мне говорят, кайся от сестра. Потому что ты жадная. Неужели ты не веришь, что ваш Бог не благословит обильно за то, что вы такую жертву сделали? Да вам Бог даст на целый дом. Он воздаст вам сто крат. Жди. А если не воздаст, значит это в его воле. Так. Следующий шаг. Почему ты не подчиняешься мужу и Богу? Так. Следующий шаг. Ну, свое мнение сказать, поэтому надо. А какое? Я бы сказал, во-первых, муж поставил неправильный приоритет. Так. Опять, с моей точки зрения, как я это вижу. Василий, очень важно говорить, как я это вижу. Мнение, да? Потому что вы начинаете противопоставлять себя церкви, и у женщины может возникнуть… Это не надо делать. Позиция неправильная. Там все неверно, вот здесь есть человек, который меня понимает. Так. Первый мнение. Еще что дальше, Андрей? Да ну ничего, в принципе, говорить, не как оно есть. Говорить, что муж вообще на камеру записывает. А то, что он был. Ладно, да? Все понятно. Мне хочется сказать, что, на самом деле, семья на первом месте, Господь этого хочет. И это было неразумно. Отослать деньги. Да. Это мое мнение. Мы на практической жену нас против против мужа. Да. Понимаете, такая речь? Вы сейчас обличили человека, его поведение. Понимаете, такая речь? Вот смотри, здесь надо быть очень тонким. Она к вам с чем пришла? Она пришла к вам с тем, чтобы вы обличили ее мужа? Нет. Она пришла к вам с тем, чтобы вы сказали, что не права церковь? Нет. Она к вам с чем пришла? Она пришла в эмоциях. Ей стыдно за свои эмоции. Вот она с чем пришла, понимаете? То есть в провале я своих эмоциях. Вот она вопрос такой задала. И ваша задача – дать ей ответ на этот вопрос. А чего вы хотите? Вас, как личность, растоптали, ваше мнение не спросили. Вы оказались в ситуации риска. Факты. Поэтому все ваши эмоции, они действительно прав и прав и прав. Ваши дети в ситуации риска. Вы, как мать, за них отвечаете. Получилось так, что вы в ответе получились вообще одна. Естественно, вы испытываете эти эмоции. Вас проигнорировали. Понимаете, вам надо четко знать, с чем к вам пришел человек. Вы думаете, она сама не знает все про своего мужа? На церковь. Я батуту опишу к тому. Понятно. Понятно. Но, понимаете, дело в том, что сначала ее нуждаешься. Вы поддержите ее. Вы правы в своих эмоциях. Деньги-то целевые были. Ну, а потом уже можете объяснять. Вот как я это говорю. Деньги целевые. А в данном случае действительно. Вот что вы говорите? Ваше мнение проигнорирование. Давайте подумаем, что можно сделать в этой ситуации. И уже дальше вы, если хотите помочь человеку, давай, пускай она сама предложит, что можно сделать в этой ситуации. Как эмоции перевести в конструктивное русло, потому что обида и непрощение это разрушает человека. Все разрушает. В чем обида против церкви, там конкретно, это еще более разрушает. Как сделать так, чтобы не было продолжения обиды на церковь и непротивостояние против мужа? Вот. И в той конкретной ситуации было то, что, в общем-то, она поняла, что обиду она может снять, только сказав мужу все, как есть. Все, что она думает. То есть, не с позиции «я жадная, я грешная», а с позиции «дорогой, ты прости меня», но ты повел себя, ну, просите по-хамски немножко. Вот. Деньги целевые, деньги были охотничьи родители. То есть, мы вместе составляем, как бы, ну, план, что она скажет мужу не обвинения, а факты. И потом, в той ситуации получилось так, что у нее бизнес по-своему и неплохо развивался, и, извини, но ты подорвал мое доверие, и теперь эти деньги, я буду им управляться сама. То есть, в той ситуации, как бы, у той женщины было такое решение. Мы не говорим правильное, неправильное. Но она для тебя такое приняло решение. Она имеет право на вывод. В принципе, она уже это решение, ну, как сказать, у нее сформировалось, нужно было просто его озвучить. Да, и она пришла к нам опять же, понимаете? Потому что она, вот, это решение, она понимала, что оно правильное, она отвечает с детей, живя рядом с безответственным человеком, да? Но вот это вот, а эмоции ей мешали конструктивно действовать. И вот наша задача была, вот, ей помочь, как бы, разобраться с тем, что она испытывает. Вы знаете, вообще, вот, случаи могут быть совершенно разные. Совершенно разные. Нам самое главное здесь не навредить. Потому что если мы начнем мужа, как оно, по частичкам, так, знаете, разбирать, ее, как оно, разбирать, обличать, в церковь начнем, потому что это неправильно. Не надо это делать, ни в коем случае. Ну, а, допустим, в качестве пожелания, скажем так, то есть, у нее обиды все-таки на церкви есть, да? Особенно на тех, которые начали кричать и все. То есть, здесь сказать, что, то есть, вы понимаете, что это тоже люди. Да. Вот. И, я думаю, что с вашей стороны, сказать, братья и сестры, я абсолютно согласна. И я с вами вдвойне буду согласна, если вы продадите свои квартиры и переведете свои деньги миссионерам. Вот. Вот. Тогда я с вами соглашусь. Ладно, я буду вдвойне с вами согласна. Ну, понимаете, чтобы это сказать, нужно, во-первых, освободиться от обиды, потому что иначе это будет сказано, как, опять, упрек. Там, брат, сестра, продай свою квартиру и переведи деньги. С юмором. С юмором. И сразу ввели три. Недвижимость продать с юмором. Это что-то интересное. И тогда сразу увидят вот эту всю духовность этих людей. Вот. Это все понятно. Это уже другой вопрос. И это уже опять получать. Мер, но ей это нужно и здесь выпрессовать, а она с мужем решила. А это и там выпрессовать. Там тоже самое. Мы там тоже все конструктивно обговорились. Все понятно. То есть, вы знаете, ну, опять, к нам она пришла с чем? С эмоциями? Она пришла с обидой. Она пришла с клише. Она не знает, что с этим делать. Она знает решение, но она сомневается в том, насколько она духовно в этом решении. Но она больше пришла с противоречиями. С противоречиями. И наша задача помочь ей разобраться в этом. Не подтолкнуть к решению, а помочь со всем разобраться. Понимаете? Вот такая ситуация. То есть, это было не телепское решение, конечно. Понятно? То есть, ни в коем случае не должно быть телепское решение решить там Татьяну, Андрею, Наталью, Александра. Мы помогаем человеку. Сорентироваться. То есть, наша задача, когда человек приходит с клише и с эмоциями, всю полноту картины ему показать. Ну, например, хочу хороших отношений с тещей. Ну, а что вы хотите? Все тещи одинаковые. То есть, клише. Все тещи одинаковые, да? А я хочу хороших отношений. Хочу хороших отношений. Это все-таки какой-то факт, да? Хорошо. Мнение твое. Что? В чем твоя теща, как все? Давай посмотрим, давай обсудим. Ну, и так далее. То есть, нам нужно всю картину показать. И потом выясняется факт, что оказывается, значит, они жили отдельно. Потом финансовые проблемы решили свою квартиру сдавать. И временно переехали к теще. И вдруг отношения стали портиться. Ни с того, ни с сего. И вдруг теща стала как все. Замечательно, теща стала как все. Вдруг, да. Вот что делать? И тут вы, и фильм, и тут как раз может быть то, что мы с вами знаем истину, и просто сообщите ту истину. Говорит, вы знаете, по большому счету у вас всего два выбора. Всего два пути. Первый путь, да. Несмотря на финансовые трудности все-таки жить отдельно. И тогда теща будет просто золотая. Опять станет хорошей. Либо второй путь. Удалите в сторону амбиций, что вы мужчина, глава семьи, что вы там принимаете решение. Нет, вы маленький детишка в детском садике, где вы, ваша жена, дети, а воспитательница – это теща. Если вы будете тещей беспрекословно во всем слушаться, проблем не будет. Она будет золотой. Он говорит, перейти в индону, говорю, нет. Ну, мы, как вы решите, понимаем. Живешь поистине – будешь счастлив. Живешь по-своему – будешь несчастлив. Ну, это была консультация на светском радио, на милитейской волне. Пойдем и сказали, ну, не да, ну. Не, ну они-то практически-то… Ну, выбор мы им предоставили. Понимаете? У тещи в доме быть хозяином. Так не бывает. Чужой монастырь с своим местом. Да, так не бывает. То есть практически вот оно произошло. Вот, вот, вот. Хорошо, что люди слушали наш прошлый цикл, да? Знают, как надо первый шаг сделать, чтобы теща не была врагом. Нет, ну ты… Естественно, я прошу прощения. Ага. Если вы хотите хорошо жить с женой, да, то есть все, на виде взаимоотношений с тещей. А любовь к теще определяется количеством километров до него. Да, я определяю количеством километров до него. Так, ну, это, конечно, шутка. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.ком. Итак, идем дальше. Вообще, Клайд Льюис сказал потрясающую фразу. Знаете, нам она очень запомнилась. Яйцо не просто стать птицей, но еще труднее оставаясь яйцом научиться летать. Задумайтесь, какие слова, да? И, в общем-то, к нам приходит человек в скорлупе. Вот он приходит к нам. Он внутри. И вот мы должны его побудить вылупиться. Чтобы научиться летать. Потому что в скорлупе тяжело научиться летать. Хотя он может ему там комфортно в скорлупе, безопасно. Он привык в этом. Да? Но вот летать им так никогда не надо. Он этим отгородился от влияния мира, который может на него оказывать и негативные, в том числе и какие-то воздействия. Поэтому он построил эту скорлупу, эту стену, одел маску, чтобы не пробиться через нее. Если к вам приходит человек в скорлупе в маске, то помогите ему эту маску снять. И помогите ему, чтобы он научился строить честные отношения. Потому что, по большому счету, потребность у всех людей одна и та же. Вот любой человек придет к вам, знаете, с любым вопросом, любой вопрос, любую проблему можно свести к одной потребности. А это потребность в честных и близких отношениях. Всего одна потребность. Причем в отношениях. Которую он строит, во-первых, с самим собой. Во-вторых, это должны быть отношения с самым близким человеком для него. С другом, с мужем, с женой. Или с консультантом. Тоже должно быть честное отношение. Либо, третье, это будет отношения вообще с людьми вокруг него. И, в-четвертых, это, конечно же, отношения с Богом, который все это как фундамент содержит. Знаете, факты вам могут приводить разные. Разные факты, разные ситуации. Но потребность всегда одна. И вот если вы будете всегда помнить, что все очень просто. Помните, в прошлом году говорили, что вообще счастье это просто. И вообще все просто. Потому что все гениальнее просто. А кто гениальнее Бога? Бог нам ничего суперсложного не предлагает. И потребность у нас у всех, ну, с одной стороны, простая. Честное взаимоотношение. С другой стороны, что порой бывает трудно реализовать. И вот эту помнить, вот это самая главная потребность. Ну, и давайте теперь посмотрим, что же мешает диалогу. Диалог. Что не только, причем, диалогу там дома, но и диалогу с консультантом тоже. С консультированным человеком. Во-первых, человек может прийти, который запрограммирован с детства, ну, например, не выражать никаких эмоций. Мальчики не плачут. Или запрограммирован какими-то мифами. Понимаете, мы по большому счету живем в этом мире. Ну, мальчики не плачут, это ведь миф. Миф. То, что плачут мальчики-то. Да. Или, например, такой миф, знаете. Должна быть в женщине какая-то... Изюминка платная. Загадка. Загадка, говорят. Ну, я все время говорю. Знаете, вот живет такая вот женщина, она должна быть загадкой. Я говорю, женщины, вы никогда не думали, каково вашим мужьям жить? Загадка. Муж, вообще-то, глава семьи. Это человек, который... А если мужчина за все отвечает, то как он может отвечать за то, что ничего... Что будет дальше? Загадка сплошная. Он не знает, чего от нее ждать в следующий момент. Таких мужей жаль. Понимаете? Вот. А вот она считает, вот у нас с этим живет. Это миф. Вот. А второе, что мешает на таким вот честном отношении... Это нездоровая самооценка человека. Причем мы не говорим неадекватная самооценка. Мы говорим... Или заниженная самооценка. Мы говорим нездоровая, потому что адекватная чему должна быть самооценка? Ученые сейчас пришли к мнению, что если 25% населения какое-то событие считают нормой, то это норма для всех 100%. И это адекватно. То есть, получается, если 25% населения признают, что гомосексуализм это нормально, значит, по идее это адекватно. По идее это все нормально. Это норма становится для общества. Поэтому мы не будем говорить понятие адекватно-неадекватно, мы поэтому взяли понятие здоровые-нездоровые. То есть, она может быть адекватной-неадекватной, завышенной или заниженной. Но надо, чтобы самооценка была здоровой, библейской самооценкой. Воспринимать себя как личность. Следующее, что мешает диалогу, это страх отвержения. Ну, например, я сделала аборт, и со мной, наверное, теперь никто не будет разговаривать. Я буду это скрывать, я никогда это не скажу. Я не скажу, что это не консультант, ведущий попечителю. Это стыдно, это отвратительно, потому что я теперь уже, понимаете? Да, это сам поступок недопустим, но это не значит, что не надо строить диалог на равных с этим человеком. Или человек узнал, прошел реабилитацию в центре, потом приехал сдавать анализ, узнал, что он ВИЧ-носитель. Как результат того, что он был наркозависимым. И все. И вот этот страх отвержения мешает ему быть открытым. Но если, скажем, он не скажет об этом своей жене, он практически убивает жену. Если он зачинает ребенка, это практически, и не говорит об этом жене, чтобы она приняла какие-то меры арт-терапии. Это практически риск относительно рождения ВИЧ-инфицированного ребенка. То есть, многие вещи, они мешают людям. Следующее. Ложные нравственные стереотипы, по которым человек живет. Однажды нам позвонил мужчина, и говорит, вы знаете, мы живем в однокомнатной квартире, у жены страшное такое заболевание астма, она задыхается. Ну, сложно жить в Москве с таким заболеванием. Трое детей в однокомнатной квартире. И представляете, она забеременела четвертым. Я ей говорю, аборт надо делать. Вы ей скажите об этом. Ну, нельзя. Живя в однокомнатной квартире с такой болезнью, иметь еще одного ребенка. Мы говорим, знаете, ну, действительно, вы сказали, что это вам очень сложно живется, у вас астма, да еще однокомнатная квартира, трое детей. А почему бы вам вот все детей не поубивать? Вдвоем вообще легко в однокомнатной Москве. Ой, как вы? Ну, а почему четвертый вот так вот легко? Одного решили. А эти трое? Они же тоже мешают вам жить. Ну, вы как? Вы что-то не то говорите. Ну, как не то? Ну, давайте вот честно на эту тему просуждать. Ну, как вот? А что я могу сделать? Мы говорим, очень просто. Ту квартиру, которая сейчас у вас есть, однокомнатная в Москве, это трехкомнатная в Самаре. Да вы что, я поеду в провинцию, что ли, жить? Понимаете? А, значит, ага, давайте с вами расставим ваши ценности. Вам главная в вашей жизни, амбициозная жизнь в Москве? Или вы сейчас действительно звоните, переживаете, что у вас больная жена, что у вас детям не хватает места, жилплощадь? Расставьте эти ценности, понимаете? Что для вас важнее? Исходя из этих ценностей, уже делайте выводы. Если для вас важнее квартиру в Москве и ваша жизнь, ну, тогда вообще надо всех детей поубрать, потому что они мешают. Иногда, понимаете, иногда приходится как-то вот, ну, подталкивать людей к логичному рассуждению. Может быть, иногда это и жесткие. Но если для вас важна ваша семья, то делайте другие выводы. Какие-то надо по-другому. Вы знаете, сейчас у вас целых 8 месяцев до рождения вашего ребенка, чтобы вы предприняли какие-то деньги. Решили вот эту задачу, как вот из фильма «Остров» иллюстрация, да, когда женщина, значит, пришла, вот, и у меня муж там, он во Франции продавался, езжай, ему. Как же так, я все расставлю, на руку, на руку, на руку. Да, 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 вообще фильм совершенно замечательный, просто совершенно замечательный. Вот там все это показано. А следующее, ложное понимание духовности тоже мешает людям открываться, тоже мешает строительству. Чем-то считается, ну, мы уже об этом говорили, скажем, если женщина стала верующей, например, и она должна тоже перестать быть женщиной. А превратиться в «Оно» такое, серое, незаметное, молчаливое, без своего мнения, без своих каких-то взглядов. Если мужчина стал верующим, он тут же тоже становится «Оно». Понимаете, все, даже в церкви так вот, братья и сестры. Как-то не принято говорить, что в церкви есть мужчина и женщина. Какой-то такой средний роман. Вот, в нашем понимании, нет, мы не против вот того, чтобы называли другого братья и сестры. Нужно понимать, что мы в первую очередь мужчина и женщина. Понимаете, соответственно. А вот эти вот ложные понимания духовности сейчас даже вот это убирают из нашей жизни. Одна же там подходит, такая женщина, красиво одетая, причесочка, там, макияж в церкви. Подходит, говорит, ну как, я хорошая ученица. Мы на нее так смотрим. Вот что-то знакомое такое узнается в лице. Ну, напомните, пожалуйста, что произошло. Она говорит, ну как же, вот мы с вами месяц назад беседовали. А была такая... Я к вам пришла, что вот проблема с мужем возникла, что он у меня стал богохульником. И мы тут вспомнили, на самом деле, месяц назад она к нам пришла с проблемой. Как только она стала верующей, до этого... Вместе ходили в церковь с мужем. Они вместе ходили, вместе все, там, как бы даже служение начиналось. Но тут, значит, она взяла дополнительную нагрузку ее попросили. Она приняла крещение, и тут же ей дали одно служение, второе, третье. И муж стал богохульником. Как же так? Он перестал в церковь ходить, все. И вот тут как раз и пришлось с ней говорить о том, что... Нет, ты скажешь, ты сначала поговорил с мужем. Ведь почему потом стали с ней говорить? То есть Михаил поговорил с мужем, и муж там конкретно... И всю ситуацию вот обрисовал. Ну, мы просто говорили эту историю о том, что вот женщина стала в служении вся. И когда я говорил с мужем, он говорит, я с женой хоть виделся? Раньше-то. У нас были проблемы, были конфликты, были ссоры, споры. Но я хоть видел ее, а теперь она вся в церкви пропадает. То есть, да, я понимаю, что что-то неправильно, но я не могу понять, почему у меня Бог украл жену. Вот она говорит, о-о-о, видите, как богохульник. Что-то в этом, что-то не то. Но он же украл у меня жену, ваш коридор. Он говорит, а помните, какая она была раньше, женщина? Яркая, красивая. А сейчас, ну, посмотрите, ну, что это за балахом вообще на ней? Она говорит, а ты любение такой, я-то сверена Богом такой. Она говорит, а в васильнюю душу оттомиться. Раньше, говорит, такая была сексуальная, сейчас все. А он говорит, в гости с ней просто ходить. Нельзя, потому что сплошные проповеди. Мясо едите, а корову Бог са твою. А, и всем гореть нашим друзьям в диене огненной. Вот, стоит, говорит, на стол и бутылку водки поставить. Все, говорит, это безобразие. Я, говорит, уже все, Бог украл жену. И мы уже стали с ней работать. Мы ей объяснили, понимаете, от того, что вы стали верующие, тем более, при прекрещении, тем более, стали служить. Вы не перестали быть женщиной. Просто к вашей внешней красоте добавилось еще и внутреннее. То, что вы христианка. А зачем вы себя внешне превратили неизвестно во что и ведете себя неизвестно как, что от себя людей отворячивается? Вообще, подумайте, Христос отличался от всех людей на Земле? Нет. Как он отличался? Он отличался внутренне. А так он был такой же. Если бы он был со странностями, не думав, что за небо ходили люди. Он был привлекателен, а не отталкивающий, правда? Со странностями он не был. Но мы почему-то люди, понимаете, верующие нещаемся, они дали себя как-то делать со странностями. Люди должны совершенно иначе в нас видеть людей другого мира, а не по нашему убогому виду. Понимаете? Наоборот, должны видеть, что Христос помогает нам быть еще красивее, еще лучше, еще привлекательнее. Конечно. Ну и, конечно, что мешает диалогу в консультировании. Это монологическая личность консультанта. То есть, если первые пять это относится к человеку, который пришел на беседу, то последнее это уже конкретно относится к консультанту, к душепопечителю. Ну, а что такое монологическая личность, мы с вами уже прошли. Это конвенционализм, ригидность, желание следовать за авторитетом, ну и так далее, и так далее. Ну, теперь давайте начну чувствовать, мы все ближе-ближе подбираемся к практике. Когда уже идем на практику. Теперь давайте смотреть составляющие диалогизации. То есть, составляющие вот такого вот консультанта. И здесь три составляющих. Три таких очень важных момента. На что нужно обращать внимание, когда мы строим диалог с человеком, пришедшим к нам на беседу. Во-первых, это должно быть духовное единство у нас друг с другом. Во-вторых, должно быть душевное. То есть, что это такое, мы сейчас объясним. Просто, может быть, запишите вот эти вот три важных составляющие, на которых мы должны простроить единство. Мы должны быть едины на духовном уровне, едины на душевном или психологическом. Душа в переводе на греческий язык будет психо. Психологическое единство. И последнее, это такой поведенческий аспект. Поведенческое взаимодействие друг с другом. То есть, хотим мы и не хотим, но все эти составляющие должны присутствовать, иначе диалог не получится. Иначе это будет разговор марсианина и... Человека с Венеры. Человека с Венеры, который не владеет вообще ни таким единством. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Продолжение следует...